У меня муж ушёл уже на курс испанского, он сейчас учит язык, вот, я осталась дома одна. Хочу сегодня как раз начать заготовить вещи малышки, потому что у меня все вещи буквально не стираны, вот, хочу как раз этим заняться. Отберу, что мы отдадим в праздничную, что я, возможно, сама постираю сейчас, вот, как раз займусь этим. Мы купили также ещё один контейнер, мне показалось, что будет удобнее, если я его всё-таки тоже возьму, вот, чтобы как раз уже оформить пеленальный тоже, как бы, комод, если так можно сказать, пеленальную зону. Так что у меня немного таких домашних дел. Вот тут у меня на кроватке лежат как раз вещи, которые нужно будет постирать, вот, я их как раз специально не убирала, чтобы не забыть об этом. Также нужно ещё взять тоже простыни и пелёнки, вот, их тоже нужно будет постирать. А так на улице опять дождь, настроение такое немножко грустное, вот, поэтому я думаю, что потихоньку как раз делать какие-то такие дела по дому, самое оно. Это я как раз собираю то, что я сейчас буду стирать. Нужно сначала где-то отпарывать как раз бирки, то, что здесь есть. Ещё одежда, где как раз бирки ещё остались, будут тоже отпарывать. Стираю тоже вот эти вот платочки муслиновые. В общем, у меня сегодня будет именно стирка светлых каких-то вещей, вот, я думаю, что я начну как раз с них. Вот мой Зайциньковой, есть тоже очень много светленького. Я пока ещё не решила, в чём малышка будет как раз на выписке. Вот, хочется, конечно, что-нибудь такое выбрать особое, но я не знаю. Вот, плюс нужно, наверное, взять, я не знаю, какого она будет размера, чего ждать. Вот, поэтому, наверное, я подумаю, как раз ещё, может быть, возьму два размера, какого-нибудь одежда, чтобы и точно подошло. Так, мне вообще очень нравятся все вещи, которые я купила. Ну, кстати, думаю про вот этот, может быть, если жарко будет, хотя, по-моему, я брала размер как раз побольше. Но больше, вот, не самый маленький, что есть, но выглядит он достаточно всё равно маленький. Сейчас посмотрим. И я думаю про вот этот комплект, но он у меня достаточно большой. Вот, поэтому даже не знаю. Да, вот, с этим садом, мне кажется, что тот меньше, да. Так что этот пойдёт у нас на вырос. Ну, и в плане стильки я взяла вот такое вот средство. Написано, что оно гипоаллергенное, на всякий случай. Вот, сложно вообще разобраться в какой-то химии местной, потому что всё выглядит достаточно незнакомо. Вот, я обычно использовала вообще такие, как бы, эко-химию, скажем так, для стильки. Вот, здесь для меня вообще всё выглядит непонятно. Вот, так что попробуем вот это, посмотрим, что будет себя представлять. Ну, а я отправляюсь стирать. Ну, вообще, носочки-то прелесть. Они такие миленькие. Вот, мне очень нравится. Пока дождь, я переместила сушилку внутрь, так что вещи будут сохнуть как раз здесь. Вот, сейчас буду их тоже развешивать, когда постираю. Я стирала таки сама, потому что в прачечной используют сушку, а я немножко боялась, что вещи ужмутся. Вот, поэтому решила пристраховаться и сделать всё самой. Ну, и пока у меня немножко готовься. Я тут подсела на вот эти вот чаи, очень мне нравятся, вот, поэтому постоянно их как раз завариваю. И в соседней лавке взяла медиалунсы, и поэтому сегодня буду наслаждаться ими. Я, если честно, не могу остановиться их есть, уж больно они мне нравятся. Вот, я на них знатно подсела. Мои любимые медиалунсы, эти, конечно, не самые вкусные, но он сегодня сойдут. Тем временем всё постирать в один день я не успела. Вот, подготовка к появлению молочки заняла несколько дней. И я прямо вот все эти дни решила записывать, что я всё-таки делаю, чтобы тоже сохранилось на память. Вот, раз я решила подготовить ещё пленальную зону, и вот всё, что у меня тоже высохло, нужно было собрать, разложить, в общем, отсортировать для того, чтобы всё отправилось потом на глажку. Но все эти хлопоты были приятными, не доставляли никакого дискомфорта, вот, потому что я находилась в ожидании и предвкушении того, как она появится дома. Мой завтрак в один из дней. Ну, и ещё одна партия стиранных вещей. Вот, кстати говоря, антицарапки, я не знаю вообще, понадобятся они или нет. Вот, мне кажется, что это достаточно бесполезная вещь, но кто знает. Вот, пишите в комментариях, как они у вас зашли или нет. Вот, а я ещё очередной раз наслаждаюсь клубникой и разбираю как раз все вещи. Эта часть была финальной из каких-то нестиранных вещей, и осталось теперь только погладить. Ну что ж, основную часть одежды я разобрала, осталось буквально ещё пару вещей немножко тоже постирать, высушить и погладить всё, что как раз у меня получилось. Вот, потому что это где-то такие две корзинки. Плюс мы забрали как раз из химчистки тоже часть одежды, которую стирали, и там должны быть мои муслиновые пелёнки. Вот, я их отдавала стирать именно в химчистку. Хотела попробовать вообще, в принципе, как они будут выглядеть после этого процесса, потому что сушка всё-таки, мне кажется, немножко делает так, что вещи ужимаются. Вот, и поэтому мне не хотелось именно отдавать детские вещи как раз в праздничную, потому что я думаю, что они совсем ужмутся из-за сушки. Вот, а пелёнки, я думаю, что не так страшно. Вот, как раз посмотрю, как будет получаться. Вот, можно ли будет их отдавать хотя бы, да, тоже стираться. И ещё я отдавала как раз комплекты постельного белья, которые пойдут на кроватку. В общем, всё постирано, всё готово как раз к малышке. Сейчас как раз выберу комплект, который постелю первым. Ещё я отдавала в стирку как раз полотенчика, который будет использоваться для малышки. Вот такое вот, это как раз из магазина Mimico. Вот я его как-то выкладывала, очень миленько, мне кажется, с таким вот носиком и глазками, с такой вот уголок. Вот, мне кажется, что должно быть прикольно. Посмотрим, будем ли мы им пользоваться. Или всё-таки сначала я обойдусь пелёнками. Вот, но в любом случае потом пригодится. Что ж, вот эта стопка, это всё муслиновые пелёнки мои. Вот, в принципе, мне кажется, нормально они постеряны как раз. У меня тоже были муслиновые вещи. Вот я их отдавала как-то, ну, тоже в прачечную. Вот, в принципе, меня по качеству тоже всё устроило. Вот, сама пелёнка, она особо как бы не ужала. Всё как бы хорошо, всё в порядке. Вот, так что, в принципе, я думаю, что пелёнки я буду отдавать как раз в прачечную. Ну и вот у неё как раз ещё от сушки как раз такой узорчик получается. Мне кажется, тоже, в принципе, достаточно миленько. Ещё я отдавала в стирку тоже чехлы на кокон. Вот, они тоже готовы. Здесь как раз такие две наволочки. Одна такая более плотная и одна такая более лёгкая. С вот таким вот узорчиком. Вот, они теперь тоже стирены. Ну и сам поясок я тоже отдавала. Вот, чтобы он был чистенький. Потому что всё это я не стирала. Так что кокон у меня тоже готов. Тут у меня как раз остались вещи на кокон и простынки. Вот, я их сейчас как раз уберу. Вот, и они будут дожидаться уже, когда мы вместе с моей крошкой приедем домой. И тогда всё прямо вот свеженько, и я сразу постелю. Вот, соберу кокон. Вот, план такой. Вот, так что пока что это будет дожидаться. Ещё я пока не решила, есть ли смысл заранее пастеризовать. А, всякие соски, там типа грызунки. Вот, или всё-таки это сделать потом. Будем ли мы пользоваться соской прямо вот в ближайшее время? Мы обообще без не обойдёмся. Вот, есть ли смысл именно сейчас с этим сниматься? Вот, в принципе, мне кажется, это не займёт так много времени. Вот, нужно ли это готовить сейчас? В общем, я пока не знаю. Если у вас есть совет, вот, то напишите. Может быть, как бы вы опытная мама. Вот, мне будет тоже очень полезно. Это всё у меня собрано, чтобы как раз я погладила. Вот, пока ещё руки не добрались. Но скоро займусь этим. Докупила ещё две таких муслиновых пелёнки, ещё не распаковывала. Вот, их тоже нужно будет отправить в стирку. Не знаю, что делать с пакетами из-под мороженого. У нас их уже накопилось прямо вот несколько штук. Непонятно, что в них складывается, вот. Потому что мы с шоперами обычно ходим в магазин мусор. У нас тоже мусорные пакеты в них. Как бы ничего толку не положить. В общем, непонятно, что делать с этими пакетами в итоге. Дома я решила, естественно, тоже убраться. Вот, пока у меня ещё были силы. Вот, решила сделать такую, типа, капитальную, в общем, уборку. И в один из дней, наконец-то, пробовала вафельницу, которую мы купили. Вот, решила сделать тоже вафли с мороженым. Вот, я их очень люблю. Поэтому на завтрак у меня, в общем, были вот такие вот вкусняшки. Вафли мне нравятся с фруктами, со сладкими, либо с каким-нибудь вареньем. Вот, в данном случае, я буду, как раз, делать их с нектарином и мороженым. Несладкие вафли я тоже люблю делать. Обычно кинесирные или с авокадо. Вот, но в этот раз у меня было такое настроение на сладкое. В общем, хочется чего-то такого вкусненького. Поэтому я вот так вот наслаждалась. Что ж, я ещё не успела доделать все дела. У меня осталась, как минимум, глажка. Вот, и глажка не просто, а именно как раз тех вещей, которые пойдут на выписку. Ну, то есть я должна поделиться с тем, как я всё-таки пойду. Вот у меня два, например, есть вот такое вот зеленоватое, либо вот это. Хочу погладить оба как раз, и потом уже решить посмотреть, в чём же я всё-таки буду. Либо вот это, вот мне оно тоже нравится. Вот, и в принципе, и с тем, и с другим образ молочки тоже должен сочетаться. Вот, и у меня осталось ещё погладить несколько вещей тоже, которые уже стирены, и я ещё до этого не забралась. Поэтому сегодня в плане каких-то таких дел у меня, в общем, глажка. Вот. Кстати, думаю о том, чтобы, может быть, на выпуск он пойти с ней вот в таком вот прикиде. И бантик ещё такой, как бы, сверху на голову у неё будет. Вот, и я пока что думаю насчёт этого комплекта. Но посмотрим. В общем, его тоже надо будет погладить. Вот, но начну как раз с ссоции платья. Вот это такой зеленоватый, на самом деле, от моих любимых. Вы наверняка уже слышали, как я люблю муслину. Вот оно тоже из муслина. Вот, очень приятное тело. Вот, я его покупала в своё время на Валперес. И мне оно очень нравится. Вот, оно такое лёгкое, особенно сейчас в погоде. Вот, в Аргентине лето. И поэтому в нём находиться вообще, конечно, прелесть. Вообще, у любого, как бы, изделия из муслина находиться сейчас в такую же руку. Это огнище. Вот, поэтому мы на примете как раз на Валперес планом. Мне кажется, должно быть, как бы, в плане погоды неплохо, я надеюсь. Вот, мы посмотрим. А так, конечно, не верится. У меня уже скоро будет 40-ая неделя. 40-ая неделя, и она всё никак не выбирается. Никак не хочет выползать из моего брюха. Вот, я уже даже не знаю, что делать. Ну, видимо, ей там так хорошо. Это единственное, что я могу предположить. Но я вот надеюсь, что скоро всё-таки это произойдёт. Потому что я её очень жду. Не хочется, конечно, чтобы наустро мне такой подарок на Новый год. Вот, хочется пораньше всё-таки. То есть, остаётся буквально несколько дней. И в Новый год как-то не хочется всем, как бы, тоже устраивать такой сюрприз. Так, хватит я погладила. Теперь вещички малышки. Очень рада, что наконец-то добрались руки всё разобрать, разложить так, чтобы всё было чётко и приятно смотрелось. На самом деле, у меня видео уходят с задержкой, но хочется оставить их тоже на память, как это всё было. Надеюсь, что вам тоже будет интересно понаблюдать. Ну, и я надеюсь, что скоро буду монтировать уже более актуальные видео. Сороковая неделя беременности, на самом деле, далась мне немножко тяжеловато. Вот, и в эмоциональном плане, потому что были у меня такие скачки. Вот, и физически тоже было уже тяжелее и ходить. Вот, поэтому до монтажа видео я тоже не всегда могла добраться. Но снимать я обязательно снимала, потому что хотелось, чтобы осталось всё это на память. Вот, чтобы потом можно было тоже пересмотреть, вспомнить, как это было. В общем, насладиться таким вот мини-предшествием в какие-то такие воспоминания. Например, как мы сидели и пили кофе в этой милой кофейне. Продолжение следует...